Если расстается с рыбалками по выходным дням, тяжелая ловля получается, поэтому предпочитаю ездить в будни. Ну вот сегодня воскресенье в 6 утра. Я еду на рыбалку. Это болезнь. Друзья, всем привет! С вами канал Йорс Не Уйдёшь и я Александр. Сегодня выходной день, воскресенье. Я очень рассчитывал, что сегодня не будет много рыбаков. Обычно в субботу самый наплыв, а в воскресенье где-то день, когда можно перемещаться вполне спокойно. Не знаю, вы сегодня с видеокамерой или нет. Да, я извините, рука мокрая. Сегодня с ночи весь на троих. У меня, соответственно, стояло 15 летик. По слову. Сразу, чтобы не вызывать негатива в комментариях. 15 стояло на троих. Одна рыба. Плохо, плохо. Как-то она вся и повела. Видно, вчера ее почерпали. Здорово. Ну, не уверен, что сильно почерпали, но рыбы здесь бьёт. Так, ну на чем я закончил? Приятная встреча. Так вот, я очень надеялся, что сегодня рыбаков мало. Но когда я подъехал и увидел, что поставить машину негде, я понял, что я ошибался. Ребята, значит, информации, по сути дела, у меня сейчас много. Нет времени смонтировать большой фильм. Я буду все рассказывать кусочками. С чего начать? Ну, прежде всего, мне очень много вопросов узнавали по снастям. Ну, а дальше из моей головы посыпалась куча букв, смысл которых сводилось к одному. Ловить лучше той снастью, которая ляжет руку. Ребята, я могу записать свои снасти, но рекомендации по снастям я давать не могу. Что можно спросить человек, который начинал ловить крокодилами, кидая им блесны нулевого и первого размера? Сегодня я сделал такие, с которых я начинал ловлю форелем. Вот она, пожалуйста. То есть окуневые удочки, но я на первую форелевую рыбалку приехал сразу после окуневой. Единственное, что он успел переставить, это леску. И вот удилки сломались. Блин, вот она. Рыбка наша. Первые же окуневки у меня сломались, первые же удилки у него у меня сломались. Насколько он хлыстики были полые. Так вот я сейчас сделал холосты, поставил цельные и постараюсь удочку грузить сегодня по полной программе. Посмотрим, выдержит ли она форель. Я какой-то не самоуверенный в плане поклевок, кстати. Что-то у меня ни разу еще не сложилось. Рыбалка в выходной день. Но началось сегодня радостное. Сегодня уже две поклевки еще до запуска. Две поклевки, две рыбы. Рыбаки начали подтягиваться. Ага, запуск уже начнется. По поводу блеснилки. Блеснилка сегодня сделала типичную той самой окуневки, с которой, опять же говоря, начинал. И чем она меня тогда не устроила. Ну, помимо того, что хлыстик сломался, раз. Второе, это то, что просекается рыба все-таки довольно-таки плохо на мягкую удочку. Это мое мнение. Кстати, опять поклевка. Что в ней хорошо? Это чуйка. Чуйка, да, чуйка просто великолепна. Ратлин для нее тяжеловатся. А вот на блесну я, пожалуй, половлю так. Так, как сказал, у меня до запуска уже две рыбы. И обе пойманы в верхних слоях. Жерлицу я, опять же, не стал снимать со стопора. И она у меня где-то, ну, наверное, метра полтора от льда. Обе причем. Вторая стоит, ну, собственно говоря, рядом метров десяти. И две жерлицы находятся метр сорока-пятидесяти от меня. Вот они стоят на мысу, они стоят на велике. Погнали ловить. Ну что, меняем резину на железо. Убираем. Вот это наш пепельница будет сегодня. Кстати, ребят, я сам курю, сам этой ерундой занимаюсь. Но очень расстраиваюсь, когда вижу на дубочке. Испытываем нашу удилку под блесну. Мало чем отличается от резиновой. Единственное, что шхлыст более жесткий, более толстый. Запуска, как я понимаю, сегодня будет длиться около часа. Тестированием новых приманок если не буду заниматься, потому что стою даже не вторым, не третьим, а пятым каким-то рядом, буду ловить на проверенной приманке. Хотя бы понимаю, что рыба здесь их ест. Я сейчас не понимаю, что я могу предложить рыбе такого, что не предложат ей там... Единственная надежда, что... Ребят, жерлица! Жерлица! Ага. Я не знаю, что я могу предоставить такого, что не предложат ей в первых рядах. Единственная надежда, что поймаю горизонт. Тот, в котором будет находиться рыба. Поимки у самой ленты уже начались. Просеивание пошло по полной программе. Что касается жерлица, то у меня сейчас большая надежда на те, которые у меня стоят вот там на мысу. Они находятся в отдалении от основного минного поля, так что конкуренция у них там совсем небольшая. Так. Так, а вот теперь поклевки начались со дна. Я думаю, что мне надо снимать со стопору своей жерлицы. И кидать на дно. Ребят, простовушка! Что-то не на ту ловлю. Поклевка, по-моему. Поклевка. На ту ловлю. Нет, на ту, на ту, на ту, на ту. Есть. Отцепилась. Третья атака. Странно, бля. Чего? Вчера вроде более-менее так она, тык, 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 ну как бы на радость отсадилась. Ага. Вчера большие оставил. Крипция, крипция, крипция. Или сегодня маленький? Бум! Нет, бум! Нет. Вчера все на блесну в основном, по-моему. Почему на белую? Так, ребята, мне надо менять горизонт по-любому. А иначе нам удачи не видать. Но я ее и в другом горизонте не увидел. Я прожили сейчас. Ратлин работает пока. Ой, твою мать, да. Ух ты, блядь. Сначала Ратлин зацепился крючками залет. И форель сошла все-таки. Сучка. Сошла Ратлин, зацепился вторым крючком. Но из-за толстого льда форель так и не договырялась до воды. И опущенный в лунку Ратлин воткнулся у нее крючками. Ребят, простовуха тут чья-то. Простовуха вон торчит. Вот вон он. Форель не поместился. В него смахалки и я кинул Ратлин. Ратлин. Ратлин ее за бачину схватил. Цирк. Высла в мою сторону рыбка вышла. Так, ребят, ну ладно, Ратлин работает, я сейчас поэкспериментирую с блесной, с новой удочкой. Блин, ну вот что не ловить, а? Вот что дурная была. Голова... Таким покоя не дает, говорят, да? Что за натура такая, ну клюет же на Ратлин. Лавина, Ратлин? Нет. В голове, а вот на это интересно, будет клевать? Ну, хотя с другой стороны, когда экспериментирует, когда не как не самый активный ее ход. Вот он. Так, а тут сейчас у нас сломается. На этом сегодня стоп. Я постараюсь как можно быстрее смонтировать оставшуюся часть, если позволит работа. Спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии. С вами был Александр и канал Йорс не ведешь. До новых встреч!